Несмотря на то, что Германия вроде бы как является прогрессивным светочем в технологиях, либерализме, демократиях и других процессах, заканчивающихся на изм, ах и ях, несмотря на действия полиции, прокуратуры, всевозможных контрольных распорядительных организаций, суровый карающий меч правосудия довольно-таки часто вонзается в судьбы людей и пытается откорректировать дальнейшее местонахождение нарушителя. И иногда Фемиде удается таки довести дело до конца, а преступника за решетку. И желание обойти закон и придумать что-то новенькое для обмана своего ближнего никуда не девается у некоторых непослушных бергеров. Считайте, что словосочетание ближнего своего сказано с легким религиозным пафосом, потому что в данной истории я имею в виду как раз словосочетание ближнего своего, неблизкого. Хотя и с близкими бывают тоже веселые ситуации, вплоть до криминальных. Это история о том, как раскаленный от бюргерского гнева и волнений, обостренный чувством несправедливости меч немецкого правосудия, таки на этот раз промахнулся и не покарал двух организаторов одного достойного уважения криминального действия, сопряженного с жидкостью, которая дает тепло. Но на этот раз пойдет разговор не о жидкости, которая употребляется внутрь, то есть не алкоголь или алкоголь содержащая, а другое химическое соединение, которое называется солярка. Все-таки согласитесь, что природа интересно распорядилась так, что с различными жидкостями связано множество всевозможных обманов. Там, где фигурируют жидкости, например, нефть, алкоголь, но даже и вода, влияние Библии или других религиозных канонов, ну или же высокопоставленных представителей религии, почему-то зачастую отходят на второй план. В Германии существует два вида солярки. Один вид называется дизель, на котором ездят автомобили, грузовики, некоторые поезда. Есть еще второй вид солярки. Он используется только лишь для отопления домов, каких-то помещений, фирм. И эта солярка называется хайц-эль. Хайц от слова хайцен топить, нагревать. И эль как масло. Они в производстве и на выходе после определенного производства очень схожи, но есть и существенные различия. Первое отличие. Цена на дизель для автомобилей гораздо выше. На этот дизель в каждом литре сидит 41 цент налога, в то время как в солярке для отопления всего лишь 6 центов налога. Небольшая ошибочка. 41 цент – это разница между ними уже. Итак, в литре дизеля сидит 47 центов государственного налога. Второе их отличие, что дизель автомобильный желто-зеленого цвета, а солярка для отопления красная. Это сделано для визуального контроля. Плюс к этому еще существуют специальные реактивы, которые добавляются в дизель и в солярку для отопления. То есть эти реактивы позволяют быстро определить принадлежность какой-то определенной жидкости к одной из групп. Ну и третье отличие – это уже никто не определяет, потому как это всевозможные присадки, которые делают дизель приемлемым для заливки в моторы топливом, а не только как горючую жидкость для котла. Ну, повторюсь, итак, мы имеем 41 цент разницы на двух различных видах топлива. Конечно же, бюргеры знают эту замануху, ну и начитавшись вдоволь на выходные Библии, сходив на выходные воскресенья в церковь, частенько заливают в свой фермерский трактор, думаю, что с неспокойной душой, отопительную солярку. Так же делают некоторые водители из восточных европейских новообразований, или же, как их недавно назвали, маленьких членов Евросоюза. Естественно же, это все дело контролируется правоохранительными органами. Ну, Фемида, как мне кажется, не особо утруждает себя, махая мечом правосудия, она больше как-то по деньгам, то есть поймали, определили, оштрафовали, и тут непонятно все-таки, сэкономил ты или попал на деньги. Наверное, очень все просто, смотря сколько долго тебя не ловили на этом. И что же получается? Если теоретически убрать или не покрасить в красный цвет солярку отопительную, или же убрать или не добавить реактивы, которые срабатывают на тесте при контроле, то можно, в общем-то, превратить отопительную жидкость в автомобильный дизель, который будет на каждом литре дешевле на 41 цент по минимуму. По технологии эта маркировка происходит автоматически, и в нее вмешаться практически невозможно. Настолько сложный технологический процесс, и при том это все закрыто, несколько раз опломбировано, как видно на картинках, но в одно прекрасное время, не так давно, все-таки удалось преодолеть эту сложность. Что-то там они в этой установке наколхозили, и легким, может и нелегким движением руки, отопительная солярка превратилась в автомобильный дизель. И это дело все было поставлено, естественно, на поток. Это не идет речь о каких-то смешных двух-трех литрах или двух-трех бочках. Эта солярка начала продаваться фермерам и перевозчикам, которые крутились в этом регионе. Устроили этот финансовый рай для себя два обычных человека. Назовем их человек со склада и торговец этим минеральным маслом. Так еще называют иногда здесь дизель или отопительную солярку. Конечно же вы спросите, сколько же составил ущерб от несостоявшегося налогообложения? Ответ достойный, друзья. 15 миллионов евро. 15 миллионов евро. Эта прибыльная бизнес-модель была раскрыта. Прокурор Киля, Киля это на севере Германии, подтвердил факт проведения разбирательства. Таможня, которая занималась этими делами, она занимается здесь не полиция, а таможня, отказалась от каких-либо комментариев. Ну и эти два веселых парня, которые это провернули, естественно, что они тоже помалкивают и отказываются от каких-то встреч с журналистами и каких-то комментариев. Так что, хоть вы, дорогие слушатели, не молчите, очеркните пару слов в своих комментариях по этому поводу. Всем здоровья, тепла, ну и комфортных передвижений на дизельных автомобилях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok